Приветствуем вас! Давайте разберем ваш вопрос. В нем есть достаточное количество нюансов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Итак, вы пишите. У меня такая проблема, я не испытываю оргазма секса совсем. Максимум мне просто приятно в худшем случае, как будто отказание отбывало. Здесь сразу хочется обратить ваше внимание на несколько вещей. Первое. Какое у вас отношение к сексе в целом? Потому что, если вы просили мужчину другого лишить вас девственности, то как бы это вызывает вопросы, я полагаю, что это очень важный момент. Дальше. Как вы выстраиваете отношения с мужчинами? В частности, вот с первым и со вторым мужчиной. Хотелось бы понять, что вас объединяет с этими людьми, что вас объединяет с этими мужчинами. Как вы воспринимаете их, что первого, что второго? Чего вы хотите для них, что для первого, что для второго? И хотите ли вы вообще что-нибудь для них, что для первого, что для второго? Как вы пришли к идее о том, что вашей девственности нужно лишиться? Какие вещи вас не устроили и почему? Что вы решили, что ее необходимо лишиться? Почему она вам мешала? Чем она вам мешала? Понимаете, вот складывается ощущение, да, я надеюсь, не только у меня, но и у вас, что сексу вы придаете большее значение, чем он на самом деле заслуживает. Вопрос включается только в том, почему. В самом сексе вы уделяете внимание не процессу, а результату. Хотите получить оргазм, но не получается. Вы именно что хотите его получить. И сейчас это превращается в то, что каждое занятие сексом для вас, это попытка получить оргазм. Но ведь сексом люди занимаются немножечко не так. Не ради какого-то цели, не ради какого-то достижения, а потому что хочется. Потому что хотят получить удовольствие сами и достать удовольствие партнеру. Вероятно, вы не отдаетесь процессу. Вероятно, вы напряжены. Вероятно, вы думаете про оргазм. Боясь или не боясь его получить. В основе этих мыслей лежит ваше драгость, что вы фрагидны. То есть ощущение, что с вами что-то не так. Каждый сексуальный контакт здесь, попытка доказать себе, что вы в порядке. И вот с вами все хорошо, что вы не фрагидны. Каждая неудача вызывает как раз таки подтверждение того, что вы фрагидны. Мужчина вам даже становится неприятен из-за того, что демонстрирует вам свою фрагидность. На самом деле здесь речь идет исключительно о важном восприятии самого себя. Речь идет о том, что вы скованы за все желание получить оргазм. А сам оргазм для вас является средством доказать себе, что вы полноценны. Все в порядке. Что в свою очередь вытекает из интенсии по отношению к девственности. Их потребности ее лишиться. Вот собственно то, что я могу вам сказать. Вы говорите о том, что ваш мужчина на данный момент крайне неопытный в сексе. Не очень понятно, как вы его тогда выбирали и для чего. Ну и совершенно очевидно, что дело здесь не в мужчине, не в его опыте. А в том, насколько вы раскрепещены. Насколько вы свободны. Насколько вы говорите о том, что вам нравится, не нравится и так далее. Вот вы говорите, что хотели бы оральный секс, но ваш мужчина почему-то против него. Ну, хотелось бы конечно этот момент тоже разобрать. Почему вы против и чего против. Возможно, даже вместе с вами двумя. С другой стороны, раз мужчины не отвечают вашим сексуальным запросам, вероятно, действительно не ваш мужчина. Но важно понимать, что в случае, когда люди выстраивают свои отношения только на секс, крайне редко бывает такая история, что наступает полная удовлетворенность. Потому что для этого людям необходимо сексуально друг к другу подходить. То есть что такое подойти друг к другу сексуально? Это значит, что потребности совпадают. Потребности совпадают. Но что делать, если потребности не совпадают? Что в таком случае сделать? Вот, согласитесь, в этом случае ситуация не совсем ясна и не совсем понятна. Поэтому так важно для вас, чтобы вы отдавали себе отчет в том, как и для чего вы выстраиваете отношения с парнем. Сейчас у меня есть ощущение, и оно довольно стойкое, что отношения вы пытаетесь выстроить исключительно для того, чтобы что-то себе доказать. Так это не работает. К сожалению. А значит нужно вам поисследовать основания для отношений, которые вы выстраиваете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!